Друзья, хочу попросить вас распространить этот ролик, если, например, эту историю знают ваши друзья, также поставить лайкос и написать любой комментарий. Спасибо огромное за поддержку. Ну что же, дорогие друзья, всех вас приветствую, с вами, как всегда, Антон, и сейчас мы увидим поединок, где подерутся Вадим, таксист против Мурада Кидалы. Я думаю, если вы зашли на этот ролик, то есть YouTube вам его порекомендовал, значит вы знаете предысторию этих ребят, и на этом задерживаться не будем. Если не знаете, то, друзья, просто посмотрите у Вадима на канале, вот Вадим таксист, типа чеченец или дагестанец кинул таксиста на деньги, как-то так называется ролик, и вы все поймете. На этом задерживаться не хочется, потому что этим забит весь интернет. Сейчас самое главное понять, кто же в этом противостоянии победит. Биться я ни за кого не буду, беспроводной контроллер DualShock 4 не назначен, то есть биться будут легендарные боты. Нажимаем да, выбираем портки, давайте сделаем таксисту черный, Мураду поставим белый, чтобы мы могли увидеть, если он обосрется, к примеру. Так, а хуэ она сделает, если он в своей порточке-то. Так, Мэдисон, Мэдисон Скверт Гарден, короче, есть тут поближе к банку, чтобы он сходил потом за 400 рублями. Короче, похеру, я думаю, найдется где-нибудь, пацаны, найдется где-нибудь банк или банкомат. Таксист против Кидала. Напишите, кстати, в комментарии, похожи ли бойцы. Андрюха старался, Мурадик вышел, теперь очередь таксиста. Ну, у Вадима такой взгляд, как будто ему должны не 400 рублей, а 400 миллиардов стерлингов. Вот они, атлеты. Вадима 28, кидали 36. По росту они практически одинаковые. Я знаю то, что у Мурада вес 75, но я поставил им легкий вес, поэтому он будет драться при 70 килограммах. Ну, немножко в туалет сходил, поэтому все нормально. Ну, что же, сейчас мы увидим поединок, в котором бойцы будут биться, каждый, за свою правду. Таксист, как вы уже знаете, опа, опачки, видели этот маневр? Таксист хочет вернуть свои 400 рублей, а Мурад будет биться, потому что так надо. Брат, на, начинает Мурад с оверхенда, потом ставил непонятную пощечину невидимки. А может быть, он уже не понимает, где он находится, немножко так потерялся парняга. Еще один отличный размен от Мурада. Таксист сразу попытался, так скажем, удивить публику, потянуть одеяло аплодисментов на себя. Вау, как же быстро двигается кидок. Вы гляньте, скорость Мангуста. Минута первого раунда уже прошла, у нас, напоминаю, поединок пятираундовый. Напишите в комментариях, за кого вы болеете. Я бы сыграл бы за таксиста, за Вадима, потому что я ненавижу таких людей, как вот этот вот Мурад, который без денег садится в такси и потом какую-то хуйню там втирает человеку, который зарабатывает своей семье на жизнь. Это просто, как мне кажется, последние люди в этой жизни. Но, к сожалению, у ботов попытка одна, и как этот бой завершится, так он и завершится. То есть, если выиграет кидало, значит, ну блин, такова судьба. Но я болею за таксиста всей душой. Пытается, пытается в очередной раз Мурадик вставить свой Супермен панч. Вадим немножко потерял свои калитки. И вот в очередной раз Бэкпис туда проходит. Не знаю, почему он ее не прикрывает. Мурад это видит. И опачки! Опачки, локоточек 6 на 12. Немножко так знаешь. Как это, я не помню уже, когда брови там, бровки делают женщинам. Татуаж, гуаш, я не помню. Клепаж, как это называется. Пацаны, поправьте мне. Ну, короче, Мурадик сейчас сходил на эту процедуру. Позиция клинча начинает у нас фейковать. Водитель такси. Бьет по корпусу, входит в тайский клинч. Нет, Мурад ему это не дает сделать. И вот сейчас в опасности. Вадим, потому что голова у него немножко зашаталась. Получил по попке от Мурада. Мурад отталкивает, говорит, я не той ориентации, дружище. Ты ошибся. Я хоть и кидаю людей, но люблю женщин. Поэтому мы с тобой не будем обниматься. Что я несу, блядь, на апперкотом по корпусу. Прикиньте, по корпусу. Итак. Фронт кик. Теперь уже таксист начинает бить по привидениям. 30 секунд до окончания первого раунда. Хорош. Какие пощечины, скажи, лови оверхэндик. Блин, ну смачный поединок. Блин, боты, боты, да? В третьей части. Они вроде бы задерживаются. Ну, друг друга. На друг друга, то есть, очень долго смотрят. Но. Здесь как будто бои по зрелищу не проходят, чем четвертый. Вам так не кажется, пацаны? Напишите в комментариях. Мне кажется, что в третьей части вообще классные боты. Вот этот момент вообще от Вадима здоровский. Мурат, а за то, что мы у тебя тут угловые, ты нам заплатишь? Ты нас не кинешь? Да, да, все хорошо будет, брат. Брат, все будет хорошо. Ха-ха-ха. Вот дай водичку. Дай водичку попью. Ты ready? Ох, с миддл кика, ну, Мурат, сразу же. Ой-ой-ой, таксист, братец, у тебя очень много не хватает головы. Давай-ка ты выпрямляй ситуацию. Потому что я хотел бы, чтобы Кидала остыл и сыграл роль холодильника в своей жизни. Но, как мне кажется, ты приближаешься к этой миссии. И скоро ее выполнишь. Хороший удар по корпусу от Кидалы. Хороший фронткик уже от таксиста. Пятится назад. Мурат, потому что он... Ой-ой-ой-ой-ой, ебанутся, пацаны. Это опаснейший нокаут. Он еще и попытался добивать. Я не знаю для чего. Таксист родил свою смерть в прямом эфире. Показав то, что все, он не выиграл в этой схватке. Ну, Мурату похуй, пацаны. Он просто попер его добивать. Как я и говорил, друзья. У смерти только есть одна смс-ка кому-то из этих ребят. И эту смс-ку получил сегодня Вадим, таксист. К сожалению, нокаут был очень жестким, непредсказуемым. Я вообще не ожидал, что такой сход возможен. Вот. Ну, на этом ролик этот закончился. Мурат отформатировал жизнь своего соперника и идет дальше кидать людей. Пацаны, кто должен отпиздохать Мурата? Пишите в комментариях, и может быть я это сделаю за какого-нибудь реального бойца. Ура! Мурат! Ты нам заплатишь! Ура! Аааааааааааааа!